Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и маленькое видео посвященное методике ПЗМР, СЗМР и РДО. Трем методикам, функциональным пробам. У нас произошло значимое событие. Вот здесь вот открыта главная форма, основная форма методики ПЗМР просто для демонстрации. У нас обновились нормативы. За прошедший год, 2018, прошло обследование около 800 работников различных предприятий. Соответственно, результаты были сведены в общие базы данных, проанализированы средствами Excel, сторонними программами, СПСС, статистикой и, соответственно, были обновлены нормативы. На данный момент вот так это все выглядит. Это результат по методике ПЗМР. Здесь вот у нас прописаны нормативы и они были уточнены. Методика очень показательна в оценке так называемой неспецифической работоспособности персонала. В данном случае показаны реальные результаты одного из обследуемых. И, соответственно, нормативы внутри программы, мы их пересчитали, уточнили. Они изменились незначительно, буквально десятые доли какие-то. То есть, основной показатель десятые доли. Но, тем не менее, мы все точнее и точнее начинаем оценивать людей. То есть, у нас и предыдущие нормативы были собраны на основании нескольких тысяч, там порядка 5 или 6 тысяч обследуемых лиц. Сейчас они еще более точными становятся. Здесь, в данном случае, видно, что это мужчина. И, соответственно, были обновлены нормативы и по гендерным различиям, и по мужчинам, и по женщинам. Диагностика становится день от дня все более точной, все более надежной и показательной. На этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!